Динамо 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 гостей. И вот так вот уже. Отличная доводка к кому? На Никиту Зудину, но не удается доигровщику добить до пола. Есть защита Лаури Кернс. Место придется отыгрываться Соколову. Отличный шанс для Урала после того, как не удалось комбинацию разыграть москвичам. Чем и пользуются гости. И кажется, что еще одно такое очко. И Константин Брянский, возможно, возьмет тайм-аут для того, чтобы пообщаться со своими подопечными. Не сильно даже он вложился в подачу. Панков на Семышева. Решил перекрыть Панков сам. И Павел Панков сам, но уже ногами Бодипу оставляет мяч в игре. Здесь есть страховка Егор Никутин. И Рыбаков. Рыбаков останавливает Власов. Потрясающий розыгрыш. Все началось к тому, как сам Павел Панков ушел в защиту здесь. Гураш Ковачевич. Самый результативный игрок встанет своей командой. Здесь без атаки остается Москва. Есть шанс на брейковый мяч. Смягчение Власова блоком. 360 градусов вокруг себя. Андрей Ушков хватило для того, чтобы сориентироваться в пространстве и понять, кому отдавать передачу. В итоге есть брейк гостей. Власов выбитый прием. Успевает и Бодипур. Ну и такой переходящий. Ждал его Павел Панков. Еще раз. И оставить мяч в игре. Решил не рисковать Никита Зудин. А здесь пролетел блок Антона Семышева. Две ошибки на подаче. Сейчас не рискует. Решил уже укоротить. Но там есть Либера Урала. И Константин Брянский уже вынужден сам подбивать мяч. В надежде, что никто ее не заметит. Но судей видит все. Повторит? Нет, пока не повторяет. Отлично справляется с приемом Урал. Но без нападения при этом остается. И тут же наказывается подключением задней линии Антон Семышев. И вновь обратите внимание. Егор Якутий не отпускает Илью Власову. И здесь риск обостряется в разы. Подбивает над собой Илья Власов. Не будет подключения первого темпа. Но есть Никита Зудин из четвертой зоны. Четыре сет пола Москвы. Есть доводка. Есть подключение. Максима Белогорцева. Каждая команда сделала свой съем. И значит, первая партия достается хозяевам. 25-21. Игорь Хлепов. Но мы так не увидели его в нападении. Поэтому сложно пока говорить о каком состоянии находятся диагональные Уфы. Пробовал скидывать с первого мяча вторым касанием Андрея Ушков. Не получилось. Была защита Динамо. Но, тем не менее, есть съем гостей. Смягчение на тройном блоке. В своем желании заработать первое очко второй партии. Отличная доводка. Тут же есть подключение первого темпа. Сам Панков страхует. И длинную сторону передачи на Семышев блок Урала вновь не дает сняться Москве. И здесь не проходит. Уже доигровка гостей. И вот он блок. Блок Москвы сегодня. И помогает неоднократно. Мы видели, сколько попыток уже сделал Урал. Мне кажется, розыгрыш длился секунд 40, что и так много для волейбола, тем более для мужского. Метр сзади предлагает сыграть Андрей Ушков. Своему центральному нападающему. Сильная подача Панкова. Но здесь запутался Никита Зудин. И как нужно отметить, успел развернуться центральный Урала. Сняться. Антон Семышев подключает его, Павел Панков, к нападению с задней линии. Вновь доводка на третий метр. Быстрое подключение Евгения Рыбакова. Сторожила уфимской команды. С 16-го года Евгений Рыбаков выступает. Выбитый прием. Наведенный мяч на сетку. Все не то и все не так для того, чтобы Урал смог сняться. И как же сейчас то страхует Максим Гудюхин этот мяч. И до игрока Ильи Власова. Давно мы не видели. На подключении Ильи Власова с третьего этажа. Андрей решил утратить. Но сетка вмешалась в его планы. Феоктистов в приеме. И есть страховка. И вновь-то игровщик второй зоны. И не собирается сдаваться Андрей Ушков. И начинает сразу же подключать. Все активнее и активнее. И Егор Феоктистов понимает, что ожидают именно Рыбакову. Рыбакову только от самого игрока, не от соперника. Только от своей концентрации. И в своем желании резко отодвинуть принимающих от сетки. Вложиться от души. Иногда команда теряет гораздо больше. До этого не дошло. Выбитый прием оставляет за головой. Для того, чтобы Миладли Бадипур сам подключился к нападению. Есть защита Урала. И смягчение блоки в длинную сторону. Будет на Семышева давать? Нет. Ожидали мы с вами. И ожидал блок Уфы, что будет на Семышева. Видим, что уже Артем Мельников. Нам сейчас показывает начало этого эпизода. Как Максим Будюхин справился. Обратите внимание. Уже уходил мяч далеко в аут. Но Егор Феоктистов до последнего за него боролся. Сопровождал мяч. И вот так вот диагональный Москвы ставит точку во второй парте. Можно спокойно ему и посидеть, и отдохнуть. В то время как у Уфы Евгений Рыбаков самый результативный. У него 8 наборных очков. А ближайший его председатель – это Егор Япутин и Миладли Бадипур. Воленщики Москвы на подающего Уфы. Но смог Евгений Рыбаков ввести мяч в игру. И тут же есть съем Москвы из второй зоны Максим Белогорцев. Выбитый прием Москвы на Семышево ставит Павел Панков. И пытается сейчас такой бег с препятствием вернуться, связующий на свою позицию для того, чтобы поставить блок в край, где вовсю готов забивать до пола у Рыжковачевич, чем ответит Антон Семышев. Антон Семышев не ошибается. Выстреливает Либера Урала. Тот справляется с приемом. И тут же есть съем. На этот раз уже не прошла скидка Панкова. Все прочитал, все заметил Милат Абадипур. Когда такой сеточный мяч, ей неудобно было отдавать передачу Панкову. И Абадипур четко стоял по позиции. Тот уже смещался в угол первой зоны для того, чтобы... И удивительно, при таком количестве неподач Москва не наказывает брейками. И по-прежнему минус один в счете для гостей. Антон Сокол понимал, что у Сожжного будет пройти сейчас на силу. Решил взять нитростью за блоком. Проверить, насколько готовы страховать. И, как выяснилось, рванули все. Проверить состояние страховки за блоком. Проверка удалась. 14 очка Урала. Московский блок. Отдельный вид искусства в этом матче. И уже 12 очко в этом ременте набрано Москвой. Боленщиков видели бы и отец, и сестра Андрея Ушкова, которые внимательно смотрят за действиями члена своей семьи. Никита Зудин, но подключается с задней линии попадений. Мяч не воспользовался блоком, связующим Москвы иранский доигровщик. Есть смягчение на блоке, есть шансы для брейкового мяча, но пожадничал. Пожадничал Урош Ковачевич. Хотел на чистую сетку с первого мяча сам. Вместо того, чтобы отдавать вторую передачу, сам же завершитель. И вновь на этот раз немножко изменил рякторию полета мяч из-за касания верхнего троса. Тем не менее, был выбитый прием. Милат Эботипур, кого будет искать своей подачей, находит Лаури Герман. Не проходит съем Москвы первым темпом. И сам же иранский доигровщик, но здесь уже на контрфазе. Такой оттягивался Цветан Соколов. И в последний момент увидел, что он ближе всех находится к мячу. И понимаешь, что такая некая суета. Могу дать свисток. Выбитый прием. В длинную сторону передачи на Семуша. И блок, но аут. Несмотря на неудобную передачу, благодарит Цветан Соколов, своего партнера по команде. Потому что не очень удобно было завершать тройной блок. Который направил мяч в аут, поставил точку. В этом матче 25-22 в третьем сете. На этом я с вами прощаюсь. Это был отличный матч. Уверены 3-0 Москвы. Благодарим команды за игру. С вами была Маша Федосова. Любите волейбол, смотрите волейбол. И до встречи на площадках. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова